С большим вдохновением подходят к своей работе сотрудники Люберецкого краеведческого музея и придумывают для детей познавательные творческие мастер-классы. В этот раз ребятам предложили пофантазировать на тему русского быта. Приобщилась к рисованию наш корреспондент Мария Кузьмичева. Что из этого вышло, сейчас узнаем. Но точно было не скучно. Грибочек у нас обязательно, шляпка красная, с белыми точками, да, и зеленая травка. За уроком рисования наша съемочная группа застала маленьких художников. Сотрудники постарались на славу. Вот уже который раз они организовывают для детей всевозможные развивающие мастер-классы. Тема этого урока – русский быт. Мы для детей выбрали то, что для них понятно. Первые лекарства, первые врачи, как лечили в древности. Тем более все знают грибы, все ходят в лес, все смотрят. И этот акцент идет на то, что мы должны беречь природу. А чтобы беречь и ценить природу, нужно быть информированным. Именно на просвещение и направлены подобные развивающие занятия. Как признаются организаторы, ребята моментально усваивают полученные знания и проявляют необыкновенный творческий порыв. Конечно, такой яркой гуаши захочет порисовать и любой взрослый. На первый взгляд кажется, что это очень легкая работа. Но на самом деле здесь не только нужно четко прорисовать все элементы, но и проявить фантазию. А воображение ребятам не занимать. По результатам их работ сложно поверить, что это их первый подобный мастер-класс. Я мухомор в первый раз рисую, и мне очень нравится. Мне очень нравится раскрашивать, потому что я люблю рисовать. Очень сложно был второй маленький самый мухомор. Его было сложно покрасить. По окончании занятий ребятам дарят на память их работы. В июне тема интерактивных мастер-классов станет День защиты детей. Юные художники будут рисовать морские и цветочные картины. Мария Кузьмичева, Петр Подомаренко, телеканал ЛРТ.